Глава 9. Поединок на юге Италии. Глава 10. Поединок на юге Италии. Глава 10. Поединок на юге Италии. И в частности о дуэльных поединках. Должен сказать, что этот регион весьма уникален с такой точки зрения. Почему? Дуэльный кодекс, то есть совокупность правил дуэлей, появился на юге Италии значительно позже, чем в других странах Европы. В 1863 году во Флоренции было опубликовано издание «Нормы дуэлей и атрибуты крестных отцов» от профессоров фехтования. А. Маркиони и К. Эрикетти. Итальянцы и сами понимали, что без правил поединка они не смогут добиться порядка в стране, о чем прямо говорится на первых страницах книги. Цитата. «Наша Италия не имеет правил, предназначенных для указания того, как следует вести дуэли. Многие итальянские авторы и маэстро писали на эту тему в Средневековье, но следует отметить, что в наше время эти правила не могут быть применены по разным причинам. Во Франции существует дуэльный кодекс, написанный графом Дешатавильяром. В Прусси консультирует трибунал чести. Только в нашей стране можно было заметить столь плачевный недостаток, что может привести к болезненным и часто смертельным последствиям». Конец цитаты. Также важно понимать, что проживающие на юге Италии всегда были весьма вспыльчивыми. Соответственно, большая часть поединков была спонтанной. Все решалось на месте, здесь и сейчас. В то же время в других регионах Европы поединки носили более ритуальный характер в виде дуэли. Как на примере этого могло выглядеть? Допустим, между двумя мужчинами произошел конфликт. Они решили выяснить отношения по-мужски. Но делать это необходимо было под четко установленным правилом. Разошлись по домам. На следующий день приехали секунданты, выяснили вопрос. Каждая из сторон считает себя правой. Мириться стороны не собираются. Определили вид оружия, время и место встречи. Затем прибыли в назначенный срок, взяли в руки оружие и решили конфликт. К примеру, с смертью одного из них. На юге Италии поединок носил совершенно противоположный характер. К примеру, произошла стычка в таверне. И сразу ножи в руки. В лучшем случае вышли из помещения, чтобы не мешать другим людям и не вовлекать посторонних в свою драку. Такая форма поединков продолжалась почти до конца XIX века. Только потом в Дуэльном кодексе Италии были описаны правила, в которых частности объяснены. Причины и характер оскорбления. Как вызывать на дуэль. Как принимать такой вызов или отказаться. Обязанности крестных отцов. Правила выбора от свидетелей до хирурга и оружия. В вышеупомянутом печатном издании были описаны все аспекты, касающиеся дуэли, их причин и последствий, среди которых. Классификация оскорблений. Оскорбление против мнения, приличия, личности, чести. Дуэли и их виды. Наиболее известны это дуэли на шпагах, саблях, на мечах и пистолетах. Свобода действий при нанесении ударов. В кодексе дуэли по этому поводу отмечается. В дуэлях на саблях крестные отцы иногда устанавливают, что нельзя наносить колющие удары и удары по голове. Мы считаем, что такие запреты не должны иметь места, потому что дуэль – это не место для незначительных повреждений. Если убрать колющие удары, то поединок будет похож на пародию и в итоге будет выглядеть нелепо, в результате чего будут нанесены лишь незначительные царапины. Дуэли на мечах и саблях могут быть до первой крови или до результата, заранее установленного. Дуэль на пистолетах может быть до первой крови, когда больше нет возможности у противника наносить удары, после чего поединок заканчивается, даже если никто не умер. Поэтапный порядок каждого из видов дуэлей, включая дуэли на лошадях. Дуэли в закрытом месте и порядок их проведения. В случаях, если дуэль происходит в закрытом помещении, необходимо выбрать широкую комнату, без мебели и с нетполированным полом. Необходимо обратить внимание, чтобы свет не светил дуэлянтом в лицо. Поговорим позже о двух видах дуэли с пистолетами, которые можно проводить в закрытом помещении. По нашему мнению, они настолько варварские, что лучше их не брать в пример. Выбор оружия для дуэли и кто это регулирует. В Италии еще с античных времен установлено, что выбор оружия принадлежал тому, кто бросает вызов. Из практики следует, что есть противоположное мнение, согласно которому оскорбленный вправе выбирать оружие, ссылаясь на следующие причины. Первое. Было бы несправедливо, чтобы оскорбленный человек должен также подчиняться выбору оружия оскорбившего. Второе. Необходимо избегать случаев поощрения хулигана, привыкшего оскорблять других, потому что у него больше опыта владения оружием, и он уверен, что никто не будет возражать против его выбора. Обратите внимание на очень серьезный факт. Предоставляется право выбора оружия тому, кто бросает вызов. Впоследствии человек, который бросает вызов другому по простым причинам, не наносящим вред репутации и чести, вынужден будет взять ответственность за последствия и не сможет уже отказаться и остаться без клейма от труса. Размер оружия. Бойцы должны использовать оружие, которое им больше всего подходит, но соблюдать диаметр горды, который должен быть не шире, чем обычно используемый. Когда противники одинакового роста, то и оружие должно быть одинаковое по размеру, а горда должна быть в зависимости от того, какое фехтование будет применяться – неаполитанское, французское или смешанное. Поскольку крестные отцы организовывали дуэль, они предлагали использовать более подходящее холодное оружие для их подопечных. При необходимости, если у дуэлянтов было свое собственное оружие, они имели право использовать его. Такой способ не должен был применяться в дуэлях на пистолетах. Пистолеты выдавались крестными отцами с идеально одинаковыми калибрами. Обязанности оскорбленного и правила отправления письменного вызова – картелли. Оскорбленный человек, который вызывает на дуэль своего противника, должен написать ему с максимально возможной краткостью, благородным и достойным образом, указывая на оскорбление, которое считает поводом для вызова на дуэль. Кроме того, он обязан сообщить имя секунданта, указав время, когда последний появится в его доме, с целью получить информацию о том, кто будет крестным отцом, чтобы принять соответствующие меры для организации дуэли. Выбор секундантов – помощников для дуэли. Оба – и оскорбитель, и оскорбленный – обязаны выбрать одного из своих друзей, который полностью знает обязанности, возложенные на него в подобных обстоятельствах и законам с фехтованием. Этот друг принимает статус секунданта или крестного отца, и дуэлянт должен ему полностью доверять и в полной мере выполнять установленные требования для этой дуэли. Обязанности, которые возлагаются на крестных отцов для проведения дуэли. Лицо, которое принимает на себя такие тонкие и трудные обязанности крестного отца, должно быть проинструктировано оскорбителем или оскорбленным, в зависимости от того, кем он приглашен, о степени полученного или совершенного оскорбления, с тем, чтобы выбрать правильное оружие и условия дуэли. Хирург, который должен присутствовать на дуэли – транспорт и обязанности в случае смерти. Выбор места для дуэли. Правила проведения дуэли в случае, если тот, кому бросили вызов, находится в другом городе. Но это издание, как уже было сказано, вышло лишь в 1863 году. До этого момента общеустановленных правил ведения поединка в Италии не было. Люди носили с собой складные ножи, бритвы, шпаги и прочее оружие, которое могли применить буквально в любой момент. Более того, в отличие от поединков в Европе, где дуэли, как правило, велись до первой крови, до выхода дуэльного кодекса поединки на юге Италии были в основном фатальными, то есть смертельными. Если конфликт дошел до драки с оружием, то примирение сторон практически невозможно. Условно, двое сошлись, один упал. Такой фатализм в поединке предполагает некоторые аспекты. Во-первых, определенную систему фехтования, которая не предполагает стойки. Представьте ситуацию, в которой в некой таверне, у барной стойки, вспыхивает конфликт, и драка начинается в то же мгновение. У людей попросту нет времени становиться в стойку и готовиться к поединку, прикрываясь вооруженной рукой. Люди доставали оружие и сразу же наносили удары, в случае, если драка не перемещалась за пределы заведения. Во-вторых, такая система фехтования предполагает поведение и принятие решений в спонтанной ситуации, чего не существует в других европейских системах фехтования. В-третьих, поскольку нет дуэльного кодекса, нет и правил поединка. К примеру, у вас возник конфликт с двумя людьми, придется сражаться с обоими. Могли быть ситуации, где трое дрались против пятерых, семерых и так далее. Нет правил. Различные поединки в пятейных заведениях – дело весьма привычное в средневековой Италии, и не только там. Но также нередкостью были многочисленные разборки на почве ревности, например. Это неудивительно. Люди с горячими сердцами. И если жена подала повод для ревности, то конфликта не избежать. И дело тут не только в любви. Это уже дело чести и достоинства семьи. В таких ситуациях на дуэль могли не вызывать. Оскорбленный мог просто собрать группу людей, отправиться к обидчику домой, выбить дверь и убить его в нечестном бою с большим численным преимуществом. Такое отсутствие кодекса и порядка способствовало постоянным и вынужденным действиям в спонтанной ситуации. В некоторой степени именно такой порядок вещей привел к тому, что сицилийцы, калабрийцы и неаполитанцы стали лучшими мастерами при работе в спонтанных ситуациях. Отдельно стоит отметить региональное влияние на поединки Юга Италии. К примеру, в Палермо всегда был исключен поединок на огнестрельном оружии. Все отношения между собой необходимо выяснять исключительно холодным оружием. Такая традиция сохранилась в Палермо в определенных закрытых кругах и по сей день. В Калабрии был предоставлен более широкий спектр оружия на выбор, среди которого ножи, палки, трости, шпаги, мечи, алебарды, сабли, топоры и другое. Особенно поединок на топорах был весьма распространенным в этом регионе. В отличие от русского, к примеру, или французского дуэльных кодексов, на юге Италии полностью отсутствовало понятие равенства для поединка. То есть люди не должны были быть равными по статусу друг другу, чтобы иметь возможность сражаться на дуэли. Чаще всего до поединка попросту не будет времени выяснять, кто стоит перед тобой. Там сначала убивают друг друга, а только потом выясняют, кто это был. И то не всегда. Как говорится, правы только живые. Также не стоило уповать на честность во время поединка на юге Италии. Это касается места поединка, оружия и его преимущества, а также количества людей, с которыми человеку приходилось столкнуться. Если один человек решил убить другого, и у него было время спланировать эту акцию, то он мог поступить как граф де Монсаро в графине де Монсаро Александра Дюма и привезти 20 человек лишь для того, чтобы убить одного графа де Бюсси в парове ревности. И это считалось честным, потому что второй стороне никто не препятствовал также собрать группу людей для сопротивления. До появления дуэльного кодекса такие случаи были абсолютно нормальным и даже повседневным решением конфликта. При таких условиях фехтовальная техника должна давать возможность эффективно сражаться как с одним противником, так и с несколькими. И этим запросом полностью отвечают три линии неаполитанского стиля фехтования – Вилардита, Чакио, Матей. Основная причина в том, что это фехтование в первую очередь военное. На войне не бывает дуэлей и правил во время поединка. Никто не будет ждать, пока вы поднимете с земли выпавшее оружие. Война всегда предполагает спонтанные и непредсказуемые схватки с неопределенным числом противника. Для Неаполя, в отличие от Палермо и Калабри, наиболее привычным всегда было огнестрельное оружие. Там поединки на холодном оружии возможны только в тюрьмах и тоже без каких-либо правил. В портовом городе Неаполь всегда было разнообразное изобилие огнестрельного оружия. И со временем именно поединок на пистолетах стал ключевым для всех возможных форм выяснения отношений. Но, несмотря на иной вид оружия, в Неаполе также присутствует спонтанность и непредсказуемость при поединках. Перестрелка может быть с неравным количеством противников разных сторон. Нападение может быть осуществлено из засады, на ходу, проезжая мимо на транспорте и т.д. Та же форма бескомпромиссности и та же форма бесчестия, что и в других регионах Юга Италии. Каждый человек, когда речь идет о смертельном поединке, стремился иметь привилегированное положение и преимущество для гарантированной победы. Задача в поединке всегда стояла одна – убить противника быстрее, чем он убьет тебя, что подвигало на любые подлости и коварные ухищрения во время выяснения отношений. Говоря о настоящем поединке, исключая спортивные и культурные школы боевых искусств, Юг Италии всегда был так называемым законодателем борьбы без правил в Европе. Прошу обратить внимание на то, что современные бои без правил не годятся в сравнении с боями без правил на юге Италии до выхода и закрепления на законодательном уровне дуэльного кодекса. Кровь проливалась в каждом дворе, ведь поединок был основным способом выяснения отношений и доказательства собственной правоты. Безусловно, подобная многолетняя практика в поединках значительно преобразовывала саму технику фехтования. Мы могли бы выделить основные особенности этой техники. Готовность к спонтанности. Этот аспект я, пожалуй, считаю основным в условиях поединка без порядка и правил. Поединок без стойки. В большинстве случаев у вас не будет времени становиться в стойку. Быстрая реакция. Четкое понимание дистанции и умение ею управлять в поединке. Длинное и короткое оружие всегда при себе. К примеру, в узком пространстве, помещении, узкие проходы, будет крайне неудобно использовать шпагу. Умение быстро выхватывать оружие у противника разными способами, обеими руками и с разных положений. И четкое понимание особенностей поединка в том или ином регионе. В Калабрии, Неаполе и Палермо есть различия в преимущественном применении оружия. К примеру, в Неаполе при себе необходимо иметь кроме холодного оружия еще и огнестрельное. Может сложиться ситуация, когда вам попросту не дадут подойти вплотную, чтобы использовать шпагу или нож. В Калабрии против вас могут применить целый спектр разного оружия, и к этому также необходимо быть готовым. В Палермо желательно иметь при себе как короткие, так и длинные клинки. Так в кратком варианте выглядят предпосылки формирования трех линий неаполитанского стиля фехтования. В Палермо драка на двух клинках привычное дело, хотя изначально это было обусловлено необходимостью иметь короткий и длинный клинок. Они достают клинки обеими руками из разных положений, так как противник или противники может оказаться и нападать с разных сторон. В Калабрии присуща гористая местность, что предполагает возможность биться различными видами оружия и чаще всего тем, что окажется под рукой, в том числе и голыми руками. В Неаполе ключевым аспектом является увидеть противника раньше, чем он увидит вас. Если вы позже заметили противника, то времени предпринять что-либо может не быть. Они выстрелят с расстояния 12-15 метров, и на этом все закончится. Индустрия огнестрельного оружия там развивалась весьма стремительно, так что практически любой желающий мог приобрести подходящий экземпляр, и к этому необходима была полная готовность. Отдельно должен отметить, что на юге Италии всегда было мощно развито сельское хозяйство. Подобный вид деятельности также сопровождался различными конфликтами и выяснениями отношений. Однако у простого работящего народа едва ли могли быть пистолет, шпага и иное оружие, как и навыки владения ими. В ход шли все подручные средства, в том числе и рабочий инвентарь, такой как ножи, тяпки, косы и серпы, лопаты и цепы, вилы, топоры и многое другое. Учитывая, что крестьяне и рабочие попросту не имели времени обучаться технике фехтования и потому профессионально обращаться с оружием, чаще всего не могли. Тактика боя была несколько иная. К примеру, один с вилами выживает другого в засаде и нападает со спины. Также несколько человек могли подкараулить одного или двух. Но в любом случае соблюдается единый принцип спонтанности и непредсказуемости. Все эти формы поединка на юге Италии воспитывали в человеке качества, не присущие другим регионам Европы, где к тому времени уже был относительный порядок в силу существования дуэльного кодекса. Постоянный поединок без правил способствует определенным особенностям в стиле и технике фехтования, а также формирует своеобразные требования к людям, проживавшим в этих условиях. В то время, когда главенствуют воинственные тенденции среди людей Италии, будь то военный или человек, который собирается таким стать, мы больше, чем когда-либо считаем необходимым своей работой доказать, насколько благородно искусство фехтования, и что необходимо делать для того, чтобы предотвратить пролитие крови, дать возможность со всей справедливостью и равенством проводить возможные дуэли. Мы не назначаем себя в качестве судей, не претендуем на то, чтобы диктовать законы на такие тонкие и важные темы. Разрабатывая и формулируя основы, так сказать, раскрывая безопасные правила, мы сначала спросили одобрения у самых компетентных. И, наконец, закончив работу, мы предоставили ее на рассмотрение самым известным итальянским мастерам фехтования. После их одобрения никто не сможет обвинить нас в сомнительности и безрассудности, никто не должен оспаривать полезность этой брошюры, но восхваление предоставленного должно быть основано на том, что наши правила призваны служить делам чести для установления постоянных норм. Нормы дуэли и атрибуты крестных отцов.